Почему либералы так боятся трансфера? Статья на Регнуме за 5 марта 2020 года Александр Халдей Либералы относятся к социальной группе, наиболее болезненно переживающей конституционные реформы и вообще всю идеологию трансфера. Это расставание с их сакральностью и символом веры, если можно назвать отвержением сакральности и верой безверия. Но либералы имеют свою сакральность и свою веру и никак не могут простить Владимиру Путину тезис «либерализм устарел», оставаясь приверженцами лозунга «либерализм жил, либерализм жив, либерализм будет жить» и тому подобного катехизиса. Включившись в борьбу с конституционной реформой, либералы используют не только свой политический язык, но и построенные на нем конструкции. Принцип их применения включает необходимость сочетания идейно окрашенных терминов с категоричностью их заявления. Это позволяет применять принцип эмоционального заражения, так как логика у либералов с изъянами, и это необходимо маскировать и компенсировать манипуляциями. Какие же манипуляции используют в либеральных экспертных кругах, когда они через свои СМИ манифестируют свои позиции? Свою позицию. Есть смысл рассмотреть некоторые из них, наиболее типичные и часто встречающиеся, превратившиеся по сути в журналистские клише. Первое. Элита при Путине стала более фрагментированной и конфликтной. Здесь манипуляция во фразе «стала более». Элита всегда состоит из пришедших к компромиссу конфликтующих групп, конфликт в ней всегда наполовину скрыт, наполовину проявлен. Измерителя «более» или «менее» не существует, меняются лишь степени активности противостояния. То, что в период выборов элиты пользуются механизмами легитимного влияния на повестку, является инструментом согласования и не может служить доказательством их возросшей конфликтности, так как зона расхождения интересов между группами не увеличилась. Второе. Ближайшее окружение Путина состоит из старых друзей. Если внимательно рассмотреть состав ближайшего окружения Путина, то так называемых старых друзей, тем не менее, там менее одной четверти. Сам тезис ближайшее окружение ущербен, так как не имеет объективных критериев и основан на вкусовых пристрастиях, применяющих его экспертов. Среди старых друзей вовсе не все оказываются друзьями, а сами друзья по факту оказываются на всех уровнях удаленности, чередуясь с чиновниками, делегированными во власть от других кланов. В экономике ключевые должности занимают люди не как к ближнему кругу Путина и его старым друзьям, не относящиеся. Третье. Охранители и силовики опора путинского режима. Это самая отчаянная манипуляция, с какой только можно столкнуться в информационном поле, причем настолько привычная, насколько и отчаянно ложная. Важнейший блок в правительстве экономический, куда входят и глава Центрального банка, кто скажет, что Кудрин, Силуанов, Набиулина, Орешкин, Медведев, Монтуров, Креф, Голикова, Шувалов, Христенко и прочие весьма колоритные либеральные личности, все эти годы не являлись опорой режима. Они принимали важнейшие для государства решения, как бы ущербны для рейтинга Путина они ни были. Разве Путин на них не опирался? Сам тезис опора путинского режима – манипуляция, ибо существует система сдержек и противовесов, и на деле речь идет о стабильной политической системе, построенной на принципах, а не на воле вождя. Четвертое. Охранители работают на консервацию режима и защиту его от перемен. Еще одна многократно повторенная чудовищная ложь по Геббельсу – никто сильнее либералов не работает на консервацию режима и защиту его от перемен. Те, кого либералы называют охранители и консерваторы, как раз и являются самыми главными противниками консервации либеральных основ нынешнего режима и сторонниками решительных перемен. Суть нового движения – не консервация, а борьба с консервацией либеральных основ политической системы. Я бы даже скорее отнес охранителей к революционерам, так активно они сражаются с консервацией режима. И правда, если им удастся поколебать либеральные догматы системы, это будет революцией. И оттого либералы тоскуют и жалуются на охранителей. Пятое. Несмотря на склонность к консервации, политический режим начал серьезно меняться. Это противоречие в определении. Если склонен к консервации, значит меняться не начнет. А если начал, значит не склонен к консервации. Высказывание по абсурдности аналогично фразе. Несмотря на склонность к бесплодию, женщина забеременела. Но чем увереннее заявлен абсурд, тем он более внушителен. Шестое. Если понять, как распределены роли в ближайшем окружении Путина, то можно понять, куда движется Россия. Это экспертное заключение, выдающее непрофессионала. Но либералы этот тезис тиражируют давно и повсеместно. На самом деле все наоборот. Если понять, куда движется Россия, то можно определить, как будут распределены роли в ближайшем окружении Путина. Седьмое. Общий тренд заключается в выдавливании всего либерального из власти. Здесь такие же натяжки, как и в формулировке, стало более фрагментарно и конфликтно. Все главные системные либералы на своих местах. Однако на самом деле здесь речь о другом, о важном. По сути это жалоба на то, что монополии на власть у либералов не получается. А конституционная реформа подрывает всякую надежду на либеральный реванш. Восьмое. Из-за сложности задачи и ответственности работа на государственной службе становится опасной. Это высказывание в устах либералов дорогого стоит. До этого времени суть либеральной системы состояла в том, что никакой ответственности за провалы выдвиженцы либеральной партии не несли. И нести не собирались в принципе. Девятое. Кремль предоставляет политический патронаж частному бизнесу, а тот взамен позволяет власти использовать его ресурс в политических целях. В устах российских либералов это звучит как порицание. Хотя в США и любой стране просвещенного Запада так происходит сплошь и рядом. А местные либералы этому только рукоплещут. Подобное отношение государства и бизнеса – основа современного монополистического капитализма. И ярче всего это выражено в США. Там этого не стесняются. И даже гордятся. Здесь российские либералы немного нелепо выглядят, не умея маскировать открытое стремление ослабить российскую государственность в пользу американской и скрыть уже откровенно компрадорскую мотивацию. Десятое. Служащий Путину крупный бизнес больше всех нарастит свое влияние в ходе транзита. Это пугалка для обывателей. Те, кто в курсе основных пунктов условий трансфера, знают, что больше всех нарастит свое влияние государство, а не бизнес, который будет поставлен в жесткие национальные рамки. Махновщина с офшорами, дружбой с чиновниками и двойным гражданством закончена. И именно это либералам не нравится. Одиннадцатое. Прежняя система строилась на рыночной экономике и открытости мировому сообществу. Сейчас применение термина «мировое сообщество» уже неприлично, ибо с ушами выдает манипулятора, применяющего устаревшие модели манипуляции. Открытость мировому сообществу, так оплакиваемая либералами, означает капитуляцию России эпохи Ельцина, Гайдара, Бурбулеса и Чубайса, а также нынешнюю Украину во власти Сороса, еще Прибалтику или Польшу под властью Британии, Германии и США. В России последний раз на это ловились в конце 80-х, начале 90-х, 30 лет назад. Пытаться у нас сегодня еще раз продать эту штуку, это вообще непонятно, каким заскорозлым ретроградом надо быть. Хорошо, хоть цивилизованный мир уже научились порой брать в кавычки. 12. Идеология охранителей антизападная и антилиберальная носит характер теории заговора. Здесь либералы исходят из предположения, что вне их тусовки, как и внутри нее антизападность и антилиберальность являются ругательствами, и при этом попытка выдать понимание основ геополитики за абсурд теории заговора выдает неуклюжую манипуляцию, давно вскрытую в пропаганде и потому не работающую сейчас. В продажах каждые три года меняются технологии построения убеждающего разговора. Любые манипулятивные новинки, работающие поначалу тиражируются, описываются и становятся известны покупателям, потому устаревают. Так сегодня уже никого не поймать на уловку трех «да», чтобы создать инерцию согласия по главному предложению, следующему в конце. Уже применение спин-метода воронки наводящих вопросов считается устаревшей технологией. Им на смену пришли скрипты, которые уже сейчас перестают работать в силу известности приемов, и нас опять ждет что-то новое. Современные либералы в пропаганде никак не желают учиться у бизнеса. Они напоминают торговых агентов Цептера, Сейф Инвеста или Гербалайфа, эпохи сетевого маркетинга начала 90-х, пришедших со своими приемами в начало 20-х годов следующего века и навязывающих нам идею увидеть в друзьях и родственниках перспективный рынок для их чудо-продукта или торговцев пейджерами в эпоху 5G. Ничто не подтверждает путинский тезис «либерализм устарел сильнее, чем нынешняя пропаганда либералов». Они не понимают, что их бизнес-модель по продвижению либерализма устарела, рынок изменился, и его не интересуют протухшие идеологические консервы эпохи конца 20-го века. К либеральному политическому языку, как к зловредному вирусу, у общества возник устойчивый иммунитет, а другого языка у них нет. Поставить в один ряд слова «либерал» и «запад» и «модерный прогресс» теперь является очень неуклюжей технологией влияния, дающей противоположный, отталкивающий результат. Александр Халдей. Почему либералы так боятся трансфера?